Офигеть, вот это звук. Вообще бомба. Кто кого перебил? Я иду в полицию. На следующий день после виза рана. Чтобы мне сделали белый картон. Сейчас у входа встречусь с хозяевами квартиры. И пойдем к инспектору. Сегодня у меня болит голова. Что-то похожее на мигрень. Выгляжу я походу не очень. Глаза слезятся. А вот полиция вроде бы. Так пустынно. Ни одной полицейской машины. Но что-то тут кто-то тусовался сегодня походу. Виза рана занял у меня около 8 с половиной часов. Я вышел на улицу в 9 и приехал часов в 6. Моя первая виза рана в Сербии. Сейчас подъедет тачка. Возможно она уже стоит. И мы поедем в Боснию и Герцеговину. Надо будет выйти и войти. Я на всякий случай взял с собой вещи. Там зарядку. Вдруг меня не пустят в Сербию. Не знаю, что там за тачка должна приехать. Поеду вместе с семейной парой. Там мужчина, женщина. И скорее всего их маленький ребенок из России. Они живут прямо на границе с Венгрией. В чате субботицы мне сказали, что через Венгрию пересекать границу не варик, если нет визы. Поэтому мне придется ехать в Боснию. Это, наверное, где-то два с половиной часа в одну сторону и столько же в другую. Обратно. И на самом деле это довольно обломно. Потому что пока едешь, конечно, ты можешь общаться с людьми, с русскими. Но при этом в машине очень сложно работать или даже невозможно. То есть я взял с собой планшет, но даже не доставал. Без выбора места, где находиться. Благо вот у того человека, который меня вез, жена занимается недвижимостью. И опять же, поскольку через Руслана меня везли. По дороге туда меня один раз укачало, когда мы ехали по горам змейкой. Думаю, в лучшем случае виза РАН будет занимать часов шесть. Потому что в этот раз мы еще заезжали в Хоргаш, там три человека жила за ними. И были большие очереди на границе. Много китайцев и русских. Тоже виза ранили, как мы. Добрый день, будешь дать? Да, можно. Дальше мы заедем на заправку, постоим минут пять и поедем обратно в Сербию. Ты получаешь ИВНЖ, едем обратно. не работа. Да, да, да. А вот 10 февруара будет. Слива урождена. Русский паспорт говорит, это катастрофа. А это он сматерился или это их слово какое-то? Заебал. Ну, наподобие, заебал ты меня уже, б***ь. Да, да, да. Тебя повторила... В общем, мы заходим В полицию Хозяин квартиры Он православный священник И он в таком Православном Платье, как бы, наверное Это называется, черное такое И он такой еще высокий За бородой Там ходят полицейские В черном, такие крутые И мы такие стоим У Окошка Подходит полицейский И такой, ой, 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 что-то говорит С этим священником Подходит, кланяется и целует его руку В общем, с таким диким уважением Разговаривает С хозяином этой квартиры Все Все очень дружелюбные Полицейский у меня спрашивает Where are you from? Я говорю, Russia Руся Он такой, ооо Руся Руся Он такой, ооо Ты тут Холидейс Типа такой улыбается А я говорю, нет Я тут Буду жить И он А, и типа у него улыбка изменилась на это На разочарование Мне пришлось много заполнять Свои паспортные данные Имя Время, когда я пересек границу Сербии И Через какую границу я пересекал Через Боснию Хозяйка спрашивала у полицейского Сколько я могу Пересекать раз границу Полицейский говорит Мы не знаем Никто не знает Типа Это, в общем, какой-то договор Между нашими государствами Сербами Сербами Непонятно, что Думают Конечно, сербы По этому поводу Иду на почту Платить За коммуналку Коммуналка В которую входит вода И еще что-то В месяц мне обошлась Прошлый 1300 рублей Отопление Центральное 9500 рублей Там на батареях Счетчики Не знаю, как они Передают информацию Может быть Через блютуз И я могу В каждой комнате Регулировать Напор Отопления Я пользовался В двухкомнатной квартире Только одной комнатой Вторая у меня была Закрыта Всю зиму 11000 И это еще не считая Электричество Электричество придет До ней через 5 Это коммуналка За январь Вот почта Если это не главное То Одна из главных Но я думал Она немного По-другому выглядит Я могу Заплатить За это 10 740 Я могу Карточки Может Ако имате Паспорт Или личную карту Извините Паспорт Обязательно Паспорт Некий документ С ликом Немамо Ми чтари Су аппарати То и не Кэш Тогда Да Можете 10 А еще 747 Извините Хололепа Звучите Попыт Труб сказали что нужен паспорт для оплаты карточкой я заплатил наличкой 10 700 начинаю квест с питью девушками подхожу в любом случае пока я гуляю пройдусь до мемориала с навальным прошло уже несколько дней интересно как там убирают ли здесь цветы москве говорят что убирают сразу же места куда кладут цветы огораживают сегодня 21 либо 22 ничего от навального не осталось может быть потому что кто-то написал на сербском что его убил фашистский режим и это не понравилось местным наше правительство вроде как дружеские и путина тут любят хотя мы здесь как-то прогуливались познакомились с парнем молодым он хорошо говорит по-русски говорит выучил русский язык смотря русских блогеров русскоязычных материться даже на русском говорит про его родители не знают русский а ему лет 12 наверное ну вот он говорит что он хорошо он типа любит украинцев также ну типа он всех любит типа нет у него негатива к украинцам и и он слышал от своих родителей что в сербию приезжают труд те русские которым будет плохо если они останутся в россии типа ему батя рассказал чуть-чуть это все произошло ладно мимо меня прошло две или три симпатичные девушки две из них явно были очень молодые но лет 20 ну и 3 в целом тоже но знаете такое ощущение они все как бы немножечко от меня шарахались мне кажется ты поэтому я даже не знаю чем еще сделать подойти просто ради лайков как вы думаете или просто или ждать что я может быть замечу хоть один какой-нибудь малейший сигнал вы бы как сделали вообще здесь конечно не воронеж с одной стороны воронеже конечно там такие толпы ходят красивых девушек но с другой стороны воронежские девушки характерные их не нравится то есть они там очень сильно доминирует ну в отношениях с мужчинами а вот белорусские девушки мне нравятся больше они прикольные то есть там скорее всего девушка придет на встречу если вы договорились там конечно тоже они делают разные штуки но по крайней мере меньше чем воронеже воронеже нужно супер гибким быть чтобы в итоге встретиться ну вот никто 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 мне не попадается пойду тогда магаз куплю сковородку tefal видел здесь продуктовом две сковородки были в квартире я их испортил к ним сейчас все прилипает хотя они были новые такая вот малышка стоит 2 400 по эту кофеварка за 11 200 спрос я все-таки сделал один подкат подошел девушки спросил привет ты разумеешь русский она заулыбалась говорит нет горит я не не понимаю не русский не английский но мы стояли на перед на пешеходном переходе она горит вот там зеленый загорелся и пошла ну она на там вдалеке идет если что ну и как бы пошла быстро я не стал я со сковородкой иду то есть я подошел со сковородкой познакомиться и она как бы не поняла для чего я подошел так что бывает вот такое а почему я к ней подошел потому что она немножечко косолапенькая почему-то мне это нравится это был такой холодный подход в общем-то вся прогулка была такой я конечно заметил наверное пару женщин на меня посмотрела с интересом я могу ошибаться но возможно это и есть эти знаки от женщин которые не против познакомиться но от женщин которые помоложе меня такого я не заметил короче пять подходов за раз сделать очень сложно в субботице даже в белграде на самом деле так Продолжение следует...